В городе Перми в Церкви Надежды евангельских христиан-баптистов состоялся многодневный марафон «День открытых дверей». Подробности в сюжете наших корреспондентов. В рамках этого мероприятия всем желающим была предоставлена информация о деятельности Церкви Надежды и различных ее служений. На информационных стендах и столах можно было ознакомиться с историей христианства, узнать об этапах развития баптистского движения в России, а также бесплатно получить детскую развивающую литературу. Мы хотели открыть двери для того, чтобы люди, которые живут в нашем городе, могли услышать Евангелие. Потому что наша главная цель Церкви Надежды – это чтобы Евангелие, это Божье Слово, услышал каждый житель Пермского края и обрел надежду. И мы хотим, чтобы сегодня люди могли спокойно зайти, поговорить, увидеть своими глазами и убедиться, что это христианская церковь, которая проповедует заповеди Божьи, проповедь Евангелия Иисуса Христа. И хотим донести эту надежду до наших горожан. Прихожане и служители церкви вышли на улицы для того, чтобы рассказать жителям города благую весть и показать им, что церковь всегда открыта для любого человека. Церковь открывает двери для людей, это хорошо. Есть разные люди, разные веры. Есть христиане, есть мусульмане. Кто-то ходит в церковь, кто-то в мечеть. Это хорошо, что есть и церковь, и мечети, и все молятся, верят в Бога. Прохожих приглашали пройти в здание церкви, откуда звучали христианские песни в исполнении детского коллектива, а также песни в исполнении служителей церкви, призывающие обратить свое сердце к Богу и изменить свою жизнь. Одной из сильных сторон марафона «День открытых дверей» Церкви Надежды была возможность каждого посетителя мероприятия получить личную консультацию о той или иной сфере деятельности церкви. На протяжении пяти лет церковь эффективно принимает участие в помощи людям, имеющим различные зависимости, а также людям без определенного места жительства, содействуя восстановлению их статуса в обществе. В наше служение мы помогаем людям, которые уже опустились на самое дно, это алкоголики, наркоманы, бомжи, помогаем изменить жизнь, рассказываем, у нас есть революционная центра. Помогая людям обрести веру, надежду и любовь, церковь несет свое служение обществу и Богу. Ее двери всегда открыты для каждого человека. Сергей Екатерина Чаловы, специально для телеканала ТБН, город Перм, Россия. Продолжение следует...